МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы познакомиться с обладателем почётного звания Человек-года Гомельской области, который по итогам работы в 2019 году одержал победу в номинации «Человек на земле», наша съёмочная группа отправилась в Калинковический район. 110 километров пути. Останавливаемся рядом с узнаваемой всеми, кто ездит по автодороге Гомель-Калинковичи, необычной архитектурной формой. Если честно, каждый раз, проезжая мимо этой архитектурной композиции, всегда хотелось свернуть трассу в сторону, как раз туда, где, я знаю, живут очень юморные люди. Один раз в два года они оказываются в центре внимания знаменитых автюковских фестивалей народного юмора. Живут и работают юмористы на землях СПК «Дружба-Автюки», а руководит хозяйством, как раз герой нашей сегодняшней программы. И он нас уже ждёт. «Автюкися, вот такое, что нема таких недель». Добрый день, поважанные гости, Добрый день, ваши земляки, Ширамы вас усих витаем, запрашаем в автюки. Ширамы вас усих витаем, запрашаем в автюки. Всё у нас в наших вёстках добра. Але головная гордость – это, конечно же, наши люди. Пильные, ширые, працавитые, а какие гуморные и весёлые. И вот есть у нас такие один гоноровый автюк. Самый головный колосок на нашем автюковском поле. Это наш довнял Сергей Иванович Калиласко. Самый лучший гоноровый автюк. Самый лучший почётный автюк. Как выяснится чуть позже, эти слова сказаны не ради красного словца, согласно сценарию. Это коллективное мнение жителей деревень, входящих в состав СПК «Дружба автюки». А вот какими делами председатель этого сельскохозяйственного кооператива Сергей Иванович Довгяла расположил к себе работников. Об этом далее в программе. Ввиду того, что герой этой программы руководитель хозяйства, мы, конечно, расскажем о результатах работы сельскохозяйственного кооператива. Больше хочется уделить внимание человеческим качествам Сергея Довгяла, тому, как удалось стать настоящим хозяином в вере на ему земли. Чаще всего люди, работающие в сельском хозяйстве, осознанно выбирают жизнь на селе. Герой нашей программы тоже не случайный человек на земле. Он родился в деревне Новые Громыки Ветковского района. Отец был учителем, а мать моя одна работала и на ферме, и работала и в бухгалтерии. И как бы сельским хозяйством я уже одно с корней с моих, с самого рождения. Поэтому вырос я практически на ферме. У нас было обцевучивское хозяйство, и сами пастили отары овец, и доглядали этих овец. В свое время Сергей Довгяло с отличием закончил Будокошелевский техникум по специальности техник-механик. После поступил в Белорусский институт механизации и сельского хозяйства. Работал в Добруше, в агрокомбинате «Новый путь» инженером по переработке молока. Затем 7 лет в управлении сельского хозяйства Калинковичского райисполкома. Сначала ведущим инженером, потом главным. Потом мне предложили этим хозяйством. Я думаю, что надо сходить, посмотреть, со стороны командовать. Хорошо, но лучше побыть здесь, потому что я думаю, что здесь более интересно. Встретили хорошие люди, хороший коллектив. В свои 34 года Сергей Довгяло начинал работать в небольшом хозяйстве. Всего 4 деревни входило в его состав. Постепенно присоединяли новые деревни, и СПК «Гулевичская» превратилась в СПК «Дружба-Овтюки». Сегодня это 11 деревень, 4 сельских совета. Хозяйство делает ставку на животноводство и выращивание кукурузы, фуражные и на семена. Мы сейчас с вами находимся на малышно-товарной ферме на 600 галлонного стада. Она начала строиться с 2005 года, и первый выпусковой комплекс был в 2007 году сдан. В этой ферме уже 13 лет. И в начале строительства этой фермы мы поставили здесь такую небольшую архитектурную форму в виде бетона. Ну, посчитали, сколько туда, какой там объем. Оказался там объем 33 тонны. Посчитали, что 33 тонны это будет достаточно для того, чтобы наше хозяйство жило стабильно, как в советские времена. И к этому мы идем. Сейчас вот уже наше хозяйство продает 26,5 тонн молока. Ну, осталось, конечно же, еще двигаться до 33 тонн. В хозяйстве работники придели круглый год. Весной, летом, осенью полевые работы, зимой строительные. Всего в СПК три стройбригады. Такие примерно коровники мы строим по хозяйству. Они построены все с материалов бушных, с побожных материалов. То есть вот это вот нефтянецкие трубы, там фундаментные блоки, которые мы выкапывали со зданий, которые разбирают в других хозяйствах. Плиты поснимали, пешки из других хозяйств. И вот эти вот здания мы строим нашими людьми. Кроме выращивания фуражной кукурузы, более 15 лет в хозяйстве культивируют кукурузу на семена. Для этих целей в наличии полный цикл техники. Ежегодно в СПК только семян кукурузы выращивают на площади в более чем тысячи гектаров. Они пользуются популярностью в Беларуси. В прошлом году мы приобрели два кукурузо-уборочных комбайна. Это специальный комбайн, который убирает кукурузу в початках. Мы приобрели эти два комбайна еще дополнительно, хотя у нас уже два было комбайна. Так, мы построили дополнительную кукурузную сушилку. Мы сейчас имеем возможность сразу же одновременно сушить 1400 тонн початков. К слову, машинный двор СПК Дружба Автюки в свое время занял второе место по итогам республиканского осмотра конкурса, проводимого Министерством сельского хозяйства и продовольствия. В хозяйстве конкурсы на лучшую площадку проводятся на протяжении всего года. Регулярно здесь и субботники. Вот и получается, что порядок на мехдворе в Автюках в порядке вещей. В нашем хозяйстве 11 коллективов художественной самодеятельности. Каждая ферма, каждый производственный участок, они очень широко пропагандируют художественную самодеятельность. И если сказать о культуре, то вот яркий представитель Тамара Николаевна Жилина, она у нас совсем недавно работала дояркой, оператором машинного доения, но сейчас она ушла на заслуженный отдых и посетила недавно Якубовича в Москве. Было на программе «Поле чудес». Есть у автюковцев и свое «Поле чудес». Умельцы хозяйства соорудили барабан, который развлекает и веселит людей на самых разных праздниках и фестивалях. Так что автюковское «Поле чудес» приносит не меньше эмоций, чем московское. Игра проходит исключительно в юмористической форме. Смотрите, здесь на барабане лежат конверты, я покажу вам. И когда подходят к нам уже те люди, которые хотят поиграть, поучаствовать, они крутят барабан, конечно, и вот смотрите, когда он останавливается, естественно, конвертов здесь много и все участники получают конверт по-любому. Каждый участник берет в себе этот конверт, достает, и там внутри у нас есть какое-то определенное задание. Вот, допустим, выняли рассказать анекдот или смешную историю. Да, в СПК дружба автюки умеют не только хорошо работать, но и хорошо и весело отдыхать. В штате сотрудников хозяйства есть работник, отвечающий за культурно-массовую работу. Он занимается не только со взрослыми, но и их детьми. «Желаем, чтобы все были здоровы и чтобы над вами сиял солнце, ярче, чем нам отдано старе, чтобы нас стали жили, чтобы горями стали и чтобы ваши дети вас радовали». Очень приятно, когда дети, они имеют возможность получить воспитание, отухотворенное воспитание в области культуры именно с самого рождения. Я думаю, что очень важно людям создать честь, уважение и дать возможность человеку почувствовать, что, в первую очередь, решает он то, что здесь происходит в нашей деревне, и все зависит, в первую очередь, от труженика, который работает на месте. Сергей Иванович много внимания уделяет людям. Просил в нашей программе больше рассказывать о них, а ведь народ здесь действительно талантливый и трудолюбивый, но таким легче быть, когда чувствуется поддержка руководителя. И знаменитые втюковские фестивали юмора, которые уже перешли в разряд международных, проводятся в том числе благодаря помощи Сергея Довгяла. Сергей Иванович, ну вот мы сегодня, где не бываем, везде наблюдаем, что очень много на ваших землях юмора, и видно, что человеческие руки много делают для того, чтобы было действительно красиво. Вот и сейчас мы находимся в каком-то удивительном, по-моему, месте. Расскажите об этих объектах. Если вы приехали по трассе и заехали в деревню Малой Утюки, вы видите, что здесь вся создана инструктура для настоящего утюка. И сейчас мы с вами пройдем мимо Утюковского пляжа. Вот если посмотреть сюда, вот видите, Утюковский пляж написано, тут и Утюки там даже заплыв делают некоторые. И если вот обратить внимание то, что мы вот с вами наблюдаем вот эту скульптурную композицию, то это не просто скульптурная композиция, это создан для того, чтобы Утюки могли с собой друг другом примириться. Это с камням примирения. То есть, когда мужа с женой немножко где-то там повздорили, они просто сюда приходят, друг к другу сели, друг к другу прижались. И такая надпись, она позволяет нормально существовать в семье. Какой ли хочешь весело жить, не лянуйся, калинской кветке дарить. Забота о людях для Сергея Ивановича на первом месте. На строительство жилья хозяйство брало кредитные ресурсы. Теперь 63 молодые семьи обеспечены благоустроенным жильем. Меня радует то, что люди как бы проносят свой плод семейного счастья. И у нас вот одно время настала задача перед нами, перед хозяйством, как обеспечить садиком. Садиком, как обеспечить наших работников. Потому что, ну хоть подстройку строить, представляете себе. Начали рождаться дети. Благодаря в том числе господдержке для людей в хозяйстве сделано многое. Практически с нуля в Сыроде построена школа, физкультурно-оздоровительный центр, ФАП, асфальтированы дороги и газифицированы дома. Сделаны ремонты в школах. Сергей Иванович всегда к нам относится не только как финансовый наш спонсор, но он к нам относится как добрый, отзывчивый человек. Он всегда с нами в празднике и в будни. Немалая личная заслуга Сергея Довгяла и в деле строительства на территории хозяйства храмов, призванных возрождать и развивать традиционную православную духовность, за что, кстати, Сергей Иванович отмечен наградами православной церкви. Сергей Иванович, в чем вы видите свое христианское предназначение как отца, мужа, руководителя? Мне кажется, что, когда человек приходит в мир, перед нем остается основной вопрос. Для чего он пришел в мир? Какая основная цель его жизни? Я думаю, что главное человеку, чтобы он имел возможность хотя бы раз в неделю, в это воскресенье, прийти в храм, чтобы мог и помолиться, чтобы на душе у него было и спокойно, и радостно. Герой нашей программы, как руководитель, пользуется большим уважением работников трудового коллектива. Он грамотный специалист, заботится о создании благоприятного морально-психологического микроклимата в коллективе, уважительно относится к людям. Вероятно, именно поэтому избиратели в третий раз доверяют Сергею Ивановичу представлять их интересы в районном совете депутатов. Возглавляет Сергей Довгяло и постоянную комиссию по аграрным вопросам. А в 2013 году указом президента страны наш герой был отмечен медалью за трудовые заслуги. Среди многочисленных наград теперь есть и диплом о присвоении почетного звания Человек-года Гомельской области. Ой, до чего красивые поля, ой, до чего волнуется душа, ой, до чего любимая моя, ты сегодня хороша. В саду горит тряпиный куст, и на полях лежит роса, А я-то знаю наизусть Какие у тебя глаза А я-то знаю наизусть Какие у тебя глаза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин